Добрый день, дамы и господа! И что такое сегодня недвижимость Арабских Эмиратов, в частности, недвижимость Дубая, обсудим в течение ближайших полутора часов. Сразу традиционно хочу сказать, что у нас работает чат, и в чате вы можете оставлять свои комментарии и задавать вопросы. Будем надеяться, что на большую часть этих вопросов ответим. Вот первые комментарии уже пошли. Приятно, что нас смотрят. Это хорошо. С удовольствием представляю своего собеседника. Это Денис Аксеной, собственник компании Axe Capital. Денис, здравствуйте. Видите и слышите нас? Здравствуйте, Филипп. Слышим прекрасно. Видео немного лагает. Да, все замечательно. Все. Ну, отлично. Главное, чтобы мы вас видели. Мы вас видим вроде как прекрасно. Замечательно. Компания Axe Capital работает на рынке Объединенных Арабских Эмиратов, работает на рынке Дубая. Давайте сразу, пока у нас такая прелюдия начинается, и пока остальные зрители к нам подключаются, я хотел бы задать такой, наверное, общий вопрос. Давайте начнем, Денис, просто с того, а что такое сейчас Объединенные Арабские Эмираты? Почему вам видится этот рынок перспективный, по крайней мере, если мы говорим о рынке недвижимости? Что в нем такого сейчас интересного? Пожалуйста. Да, Филипп, спасибо. Ну, есть несколько факторов, которые стоит обсудить. Все-таки первый фактор, который мне хотелось бы изложить, это сама инфраструктура города. То есть, то, что мы замечаем сейчас, вот в нынешние годы, это то, что город бурно развивается. Да, несмотря на то, что цены упали, вот уже 24 месяца, как цены идут вниз, и мы думаем, что они достигли дна, но, тем не менее, город развивается. То есть, строятся новые здания, новые объекты, новые инфраструктурные объекты, да, и, в частности, весь город готовится к экспо. Думаю, об этом мы поговорим попозже. Вот. И, то есть, есть вот это ощущение развивающегося Эмирата, да? Мы говорим про Дубай в основном, да? Ну, да, это уже понятно. Да, да, да. То есть, да, извините. Нет, все понятно. То есть, говоря о Объединенных Арабских Эмиратах, вы в данном случае говорите именно, ставите определенные знак равенства. То есть, интерес инвестиционный к Объединенным Арабским Эмиратам, это в первую очередь Дубай сегодня, с вашей точки зрения. Совершенно верно, Филипп. Ну, в основном, в основном. А что такое, какие вот, ну, скажем так, глобальные преимущества есть сейчас у Эмиратов? Вот что это такое? Что дает недвижимость, что дает проживание, что дает связь с этой страной? Да. Ну, сразу хочется отметить, что первое, самое такое знаковое отличие от многих других стран и регионов, это все-таки нулевой налог на покупку жилой недвижимости. То есть, при приобретении недвижимости и также перепродаже, да и, собственно, и при сдаче объекта недвижимости, нулевой налог, все облагается нулевым налогом. То есть, нету каких-то скрытых, скрытых каких-то... Да, и так далее. Это первый, самый важный фактор. Второй, речь идет о государственной политике как таковой. То есть, чувствуется, вот даже я как владелец, я чувствую, как город постоянно улучшает свои законы, добавляет какие-то новые моменты для привлечения иностранных инвесторов. Вот возьмем, к примеру, самый такой свежий закон, закон о резидентских визах. До недавнего года, собственно, до 2018 года любой инвестор, приобретавший недвижимость на 1 миллион дирхам, это 250 тысяч долларов, да, порядка того, могли иметь резидентскую визу до трех лет. Да, не более того. То есть, важно понимать, что тут паспорта как таковые не выдаются, да, но были визы резидента, и люди могут проживать тут, ну, в принципе, всю жизнь, да, собственно, вот как мы и делаем, я уже здесь 11 лет, и есть ощущение, что вы резидент, вы здесь проживаете, вы свой человек. Так вот, этот новый закон выдает уже визы на 5 лет и даже на 10 лет, да, при определенных условиях. Поэтому ходят даже слухи, мы как бы уже знаем, что в недалеком будущем также будут выдаваться паспорта при более крупных инвестициях в город. То есть, это уже, ну, ходят слухи, пока еще подтвердить не могу, но, тем не менее, идет вот эта тенденция улучшения во всех сферах экономики и, собственно, и законов. Окей. Да, да. Ну, смотрите, все-таки давайте тогда пару слов конкретно про вот экспо скажем, потому что вот этот экспо, World Expo, вот это мероприятие, оно, в общем, ну, такое довольно знаковое событие, и вот вы здесь в презентации указали ошеломляющую цифру, ну, 25 миллионов посетителей. Все-таки это определенная тенденция, это определенный, там, ну, знак, определенное некое явление, которое на текущую ситуацию, по крайней мере, влияет довольно сильно. Ваше ощущение, в какой степени это влияние действительно имеет отношение к недвижимости местных? Да, Филипп, на самом деле, экспо, мы почувствовали это влияние еще в далеком 2012 году, когда мы, собственно, узнали, что экспо будет проводиться в Дубае. Это был, по-моему, ноябрь 2012 год, я помню прекрасно этот момент, весь город праздновал, то есть это был как Новый год, по сути. И уже тогда, на следующий день, начался ажиотаж, то есть вы могли увидеть везде в режиме онлайн экспорт пропоузал, что, мол, вот экспо, специальное предложение, приобретайте недвижимость и так далее. И начался вот этот ажиотаж еще тогда. Это длилось порядка 18 месяцев, потом пошла коррекция. И вот сейчас, как раз, ну, наверное, за последние 6 месяцев мы начинаем ощущать опять вот этот ажиотаж. Потому что близится экспо, для тех, кто не знает, это будет в октябре 2020 года. Начнется, начнется в октябре 2020 года. Да, то есть она начнется в октябре 2020 года и будет длиться 6 месяцев до апреля включительно 2021 года. То есть это не, на самом деле, это непростое событие, да. В нем уже подтвердило участие 205 стран, и все строят свои стенды. И если просто проехаться рядом, вы просто понимаете, что строится новый город. Поэтому в связи с этим очень много приезжих, как и разнорабочих, так же и директоров, и управляющих, инженеров. И есть ощущение, что люди хотят арендовать и приобретать, и идет уже на повышение. Но, смотрите, все-таки полгода, не могу не спросить, все-таки полгода срок для мероприятия довольно большой, но для рынка недвижимости довольно ограниченный. И вот если мы говорим о том, что сейчас, в ближайшие полгода, в ближайший год, вот этот позитивный эффект будет ощущаться, есть опасения, что по завершении выставки, соответственно, пойдет отток интереса. Что вы думаете по этому поводу? Потому что нынешний оптимизм, он более-менее понятен. А вот дальше-то что? Да, Филипп, ну совершенно логично, что люди задаются этим вопросом, потому что я сравниваю такое мероприятие с Олимпийскими играми. То есть во многих городах люди знают, что после проведения такого масштаба событий, как правило, идет спад. Мы не знаем будущего, наверняка, но я хочу сказать так. На данный момент в Дубае, помимо экспо, чтобы вы понимали, строится еще порядка 300, извините, не только в Дубае, но в Дубае и соседних регионах, потому что это все связано, строится порядка 300 инфраструктурных объектов. Чтобы выдать это в цифрах, экспо – это всего лишь 8 миллиардов дирхам, это 2,2 миллиарда долларов. Для сравнения, помимо экспо, строятся объекты в целом по Эмирату в основном, по Эмирату Дубая, на порядка 150 миллиардов дирхам, то есть порядка 40 миллиардов долларов и различных инфраструктурных объектов. Что это значит, к чему я веду, чтобы не усложнять? Экспо – это всего лишь маленькая часть большого плана, Филипп. Я общаюсь с людьми, которые приехали еще в далеких 80-х, 90-х, многие мои друзья с тех годов уже проживают в Дубае, и я, собственно, с 2010 года приехал, и я просто поражен, какие планы у людей были с самого начала. То есть когда они говорили про Дубай-Марину, про Пальму, про вот эти, самый высокий небоскреб, самый большой торговый центр, многие смеялись, да, то есть даже мои знакомые, они говорят, ну это была одна дорога в пустыне, двухполосная, да, которая сейчас самая большая дорога, 12-полосная в обе стороны и забита постоянно. И люди смотрели и как бы, ну думали, ну что это, да, слишком детские мечты какие-то. Все это случилось через тяжелые времена, да, прошли, кризисы и все это, и все только идет на улучшение, поэтому есть большие планы. К примеру, был план еще с 2000-х годов на 2010-й, да, после этого 2015-й, 2025-й, 30-й и 50-й, то есть, да, у страны, и в частности у Дубая, есть планы до 2050-го года, это можно легко найти информацию, куда страна и Эмират, собственно, стремится. Поэтому Экспо это всего лишь, ну не скажу, что крупинка, но это маленькая часть большого плана, да. Значительная крупинка, окей. Хорошо, Денис, давайте тогда немножко о другом поговорим. Я, кстати, хочу еще обратить внимание, что, возможно, имеет смысл дать, показать в чате компании, контакты компании X-Capital, если есть сейчас возможность, пожалуйста, сделайте это. И еще хочу обратить внимание, что, безусловно, по завершении нашего вебинара, все, кто по каким-то причинам целиком его посмотреть не смогут, они смогут ознакомиться с ним, во-первых, на Прианру, а во-вторых, мы по всем зарегистрированным участникам обязательно сделаем рассылку и видео представим, и текстовый отчет нашей с Денисом беседы. Ну, вот Алекс спрашивал, мы как раз ответили на вопрос, что будет после Экспо. Денис, давайте такой момент. Ну, во-первых, одно дело как бы Экспо, а другое дело конкретные цели конкретных инвесторов. Может быть, сейчас или давайте пару слов скажем буквально о бизнесе. Вот бизнес в Эмиратах сегодня – это что? Почему вы… Ну, одно дело просто купить недвижимость, и об этом мы будем говорить большую часть нашего вебинара. А другое дело, как жить-то, да, как вкладывать, какие возможности здесь есть, что дает вот текущие возможности в Эмиратах и в Дубае, в частности. Да, да, да. Ну, Филипп, во-первых, тут стоит обратить внимание на сам факт простоты ведения бизнеса. Что это значит? С самого момента, когда вы начинаете открывать свою идею, да, развивать свой бизнес, то у правительства настолько все упростило для вас, да, что в принципе даже не надо бегать по различным правительственным каким-то организациям все это кидать. Есть специальные компании, так называемые пиаро-компании, у которых единственная цель – это открывать бизнеса для вас. И они берут за все про все порядка от 1000 до 1500 долларов, да, то есть невероятно просто, на самом деле, очень просто открыть свой бизнес, да. Ну, дальше уже развивать – это у каждого бизнеса. Нельзя думать, что тут все в шоколаде и все замечательно, и все так просто, да. Но со стороны правительства, вот я хочу поставить на этот акцент, все сделано максимально выгодно и просто для вас, да. Помимо этого, как только вы открыли бизнес, есть два очень важных момента, которые вам помогают как начинающим, да, и это я на своем личном опыте говорю. Первый момент – это легкость финансирования, да, именно финансирование под бизнес, да, мы говорим отдельно о недвижимости. Недвижимость тоже, да. Да, 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 то есть при правильном показании документов вам очень легко взять солидный кредит и развивать свой бизнес. Это первый момент. Второй момент – вся ваша прибыль не налогооблагается, так же, как и в случае с жилой недвижимостью. Поэтому и действительно нет каких-то скрытых каких-то налогов или, знаете, вот так называемых сервис физ и так далее. Все прозрачно, понятно с самого начала. И да, то есть иногда кажется, ну, все как-то слишком просто. Ну, если так оно и есть, почему нет, вы там живете, вы это видите. Да, ну, есть свои трудности, но тем не менее. Окей, хорошо, давайте тогда немножко о другом. Все-таки уже вы в самом начале сказали, что есть Дубай и есть Эмират в целом. Все-таки, почему мы говорим, почему вы говорите о Дубае и для меня, как для потенциального инвестора, и уже давайте переходить к тематике недвижимости, для меня, как потенциального покупателя недвижимости. Почему вы видите перспективным именно Дубай и что тогда сказать про остальные Эмираты? Да, ну, наверное, тут, да, стоит, вот спасибо, стоит показать всю страну в целом, чтобы вы видели схематически. В ОАЭ в целом есть семь Эмиратов, да, как вы можете увидеть, Абу-Даби, Дубай, Аджману, Малькувейн и так далее. Самый крупный по размеру Эмират – это Абу-Даби, да, это то, где находится столица и, в принципе, это какой-то конкурент Дубаю, да, ну, это, скажем так, младший брат в плане транзакций для Дубая. Мы занимаемся и развиваемся именно в городе Дубай, в Эмирате Дубай, по определенной причине. Чтобы вы понимали объемы, да, давайте я изложу в цифрах. Вот, к примеру, в Дубай за 2000, ну, за 2019 еще не окончен год, но вот до момента, до октября включительно, было продано недвижимости на 89 миллиардов дирхам. Это порядка, ну, 22 миллиардов долларов. 22 или 220, уточните? Нет, 22 миллиарда долларов. 22 миллиарда долларов, да. Это город с площадью 4000 квадратных километров, то есть это, ну, относительно маленькая территория. Для сравнения, все Эмираты вместе не продали даже половину, да, то есть все Эмираты вместе, там даже половины нет. Поэтому, именно поэтому мы фокусируемся на городе Дубай, потому что тут действительно объемы, тут действительно инфраструктура, и этому городу есть что предложить людям. Ну, хорошо, давайте тогда говорить, уже переходить к тематике недвижимости. Я бы сказал, такая основная история, для чего, я думаю, и наши зрители здесь собрались. Если мы говорим о недвижимости в Дубае, вообще, когда говорят о Дубае, представляется такая, знаете, картинка пески-пески-пески, а за ними такие небоскребы-небоскребы-небоскребы. В какой степени это так, и что вообще такое представляет собой рынок недвижимости Дубая сегодня? Да, ну, когда мы говорим о Эмирате Дубай, то в основном люди подразумевают несколько районов, на самом деле. Это такие самые популярные районы и с точки зрения туристической, и с точки зрения резидентов, да, то есть там основная масса людей крутится, да. Да, Дубай, давайте разберем схематически, вот вам видно мышку, да, как я провожу. Думаю, что да, видно. Вот если вы замечаете, да, пляжная сторона, да, там, где вода, то есть это длина города порядка, ну, почти 90 километров, да. Ну, и оно идет в глубину порядка 45 километров, вот и весь Эмират в целом, а не просто город. Поэтому логично предположить, что везде люди стараются у воды, да, во всех районах города стараются у воды в основном. Поэтому так сложилось, что самые популярные востребованные районы либо напрямую на воде, либо недалеко от воды. Да, если говорить о самых популярных и востребованных районах, то мы говорим о Марина, Дубай-Марина. Это такой район, два квадратных километра, где 200 небоскребов, море, пляж, песок, рестораны, пятизвездочные отели, то есть... Самый такой открыточный, самый открыточный, самый известный вид Дубая. Однозначно. По некоторым параметрам это рай на земле, да. Следующий район, который стоит отметить, это Пал Джимейра. Видите, вот такой насыпной остров в форме пальмы. Это район немного дороже Дубай-Марины, да. Но он такого же уровня и такой же популярный. То есть он больше для людей, которые хотят немного вдали от города, да, ощутить себя. Немного более спокойный, не такой оживленный, скажем так. Там больше вилл, чем небоскребов или каких-то высотных зданий. Ну и третий район, который стоит отметить, это Downtown District. Ну это там, где Бурж-Калифа, Дубай-Мол. Это такой самый оживленный район города. И для туристов, и для резидентов. Ну давайте тогда немножко, вот увидел вопрос от пользовательницы с сложным таким именем. Ответим на него, наверное, чуть позже. У меня вопрос тогда все-таки следующий. Вот если мы говорим уже об инвестициях в недвижимость. Какова схема, которая позволяет сегодня заработать на недвижимости Дубая? В чем особенность рынка и как текущая ситуация на рынке на эту схему влияет? Да. Ну начнем, наверное, с ситуации. В плане, на каком временном моменте мы сейчас находимся, где находится рынок. Рынок, как я и говорил раньше, он был на пике в 2014 году. После второй квартала около того, 2014 года, рынок начал идти на спад. Я называю это коррекцией, так как рынок до этого вырос за 18 месяцев на 38%. Это не признаки взрослого рынка, скажем так. Поэтому это был такой ажиотаж психологический. Люди начали понимать и произошла коррекция. И вот с того момента потихоньку начался спад. И мы думаем, и я лично так считаю, что сейчас рынок находится однозначно либо на дне, либо очень близко к дну. Да, именно поэтому мы сейчас наблюдаем вкладывание очень крупных инвесторов, присутствие очень больших каких-то корпораций, вот как Berkshire Hathaway из Америки. Впервые за всю историю они открыли вот здесь в регионе свой офис и сейчас начинают скупать недвижимость в различных районах города. Это очень сильный признак. И вот многие такие крупные инвесторы начинают скупать недвижимость в различных районах города. Скупать, чтобы что? Вы исходите из того, что недвижимость подорожает или все-таки вот для инвестора, который не обладает американскими возможностями, а готов вложить просто во что-то небольшое относительно? Да, я как раз к этому вел, Филипп. Истинную причину мы не знаем, она может быть одной из двух. То есть первая причина это, чтобы сдать, так как несмотря на то, что рынок на спаде, до сих пор Дубай однозначно является один из самых привлекательных городов планеты в плане доходности от сдачи. И мы говорим о порядке 7-9%. То есть в большинстве случаев, если правильно вложиться, вы получите 8 годовых чистые вам в карман. Это первый момент. Второй момент, естественно, так как рынок на спаде и многие большие крупные инвесторы так считают, они скупают наверняка с целью, чтобы какую-то часть перепродать в итоге. Ну или все перепродать. Поэтому можно на самом деле зарабатывать и на том, и на другом. Вот еще один вопрос к нам сейчас поступил, но давайте вот буквально мы на ваш вопрос тоже им ответим буквально через некоторое время. Итак, если мы говорим о пороге входа и вот если покупать, давайте отдельно, например, про аренду поговорим. Да. Если покупать, возникает вопрос, где покупать, что покупать, по какой цене покупать. Вообще порог входа при покупке простейшего варианта, апартаменты, квартира, студия в Дубае. Где это и что это? О каких ценах здесь может идти речь? Да, ну давайте пройдемся тогда по карте, наверное. А, давайте по карте. Да, да, давайте я просто объясню, где примерный диапазон цент в каких регионах. Да, и отдельно сразу был вопрос от Тима про Дубайленд отдельно речь шла. Если можно, немножко тогда про этот район скажите, потому что был просто отнашивающий вопрос. Да, как раз хотел вот этот район обсудить. Тим, важно понимать, что в Дубае с именами районов есть определенная, ну можно сказать так, путаница. То есть, когда мы говорим Дубайленд, это огромнейший район. Это порядка 15% всего Эмирата по территории. Соответственно, Дубайленд наименование – это слишком большое обобщение. Поэтому я позволю себе немного объяснить сам район. Потому что это очень важный крупный район региона. В целом, Дубайленд – это доступный район в плане цен. То есть, там цены могут быть от 100 тысяч долларов. Ниже 100 тысяч долларов это будет, ну очень редко, такой недвижимости в Дубае найти. Это во-первых. То есть, все начинается от порядка 100 тысяч долларов. Это будет студия квадратов 25-30. И можно найти в Дубайленде, ну можно найти огромные крупные виллы. Они будут стоить 5-7 миллионов долларов. И это все в одном и том же Дубайленде. То есть, соответственно, Дубайленд в целом считается отдаленным районом, доступным районом в плане квартир в частности. Ну и не совсем хорошо связан с городом в плане инфраструктуры. То есть, дороги и все это прекрасно, но нет метро и не ходят так часто автобусы. То есть, это такой город в городе для владельцев автомобилей. Давайте тогда вот в продолжении этого вопроса все-таки вот порог входа какой, то, о чем я вас спросил чуть раньше. И вот Дубайленд это самый бюджетный или вот как я сейчас смотрю по следующему плану, наверное, не самый бюджетный район. То есть, вообще, каков диапазон цен, сколько надо иметь денег, чтобы войти в эту инвестицию? Да. Ну, если брать первоначальную цену, как я ранее и говорил, это порядка 100 тысяч долларов. Это 360 тысяч дирхам, это студия. Опять-таки, можно идентифицировать какую-то недвижимость за 80 тысяч долларов, но это уже мы туда не лезем, скажем так. То есть, это крайняя редкость и это довольно-таки плохая недвижимость в плане перепродажи, да и сдачи, собственно. Поэтому это первоначальная цена. Ну, давайте возьмем определенные районы, да, начнем с самых низких и потихоньку будем подниматься на более такие востребованные районы. Вот возьмем International Village, да, к примеру. Это международный городок, там это город в городе опять. Давайте по карте сразу его посмотрим, вот где он находится здесь. Вот он находится, видите, International City District. Ага, да, отлично. То есть, ну, карта тут немного упрощена, сами понимаете. Это даже и хорошо, да, в данном случае. Да, ну, чтобы вы понимали, этот район находится в 25 минутах езды от самого даунтауна, да, в самый центр города. И, ну, если в километрах, то порядка 30-35, вот где-то так, 35 километров от даунтауна. Вот там недвижимость одна из самых дешевых, самых низких по цене в городе. И аренда, соответственно, тоже одна из самых низких. Но так называемый ROI, то есть процент дохода, один из самых высоких. То есть, там легко, в принципе, если грамотно вложиться, можно получить и 10% годовых на долг. Но есть одно но тут. С перепродажей есть проблемы, да. Какого рода проблемы? То есть, просто не найти покупателя на такие объекты? Да, сложно. Не то, что не найти, но сложно. А объясню, почему. Так уж сложилось, что, ну, город Дубай, Эмират Дубая, да, и страна в целом, это такая космополитен, да. То есть, тут есть люди со всех уголков планеты, да, начиная с Чили, заканчивается Австралия и так далее. То есть, тут есть разные национальности. Местного населения порядка 15%, и она постоянно в процентном соотношении уменьшается, так как, ну, очень много приезжих, да, и, соответственно, процентность уменьшается. То есть, порядка 85-87 процентов это экспаты вроде нас, да, вроде меня. Соответственно, эти люди разделились по районам, Филипп. То есть, есть, к примеру, возьмем Дубай-Марина, ну, там микс, да, но в основном там больше людей Европа и стран СНГ, да. Если брать правую часть, то есть, Дейра, Бур-Дубай и, собственно, Интернешнл-Сити, то это приверженцы стран, ну, азиатских стран. То есть, выходцы из Азии. Да, выходцы из Азии, да, совершенно верно. Из-за этого много национальностей туда априори не лезут, да, то есть, ваш... Ну, то есть, есть определенное... Ваш партий будет там с Пакистана, с Индией и так далее. То есть, есть определенное национальное деление, и оно имеет отношение как к тем людям, которые готовы туда инвестировать, так и к тем людям, которые готовы там снимать. Однозначно, Филипп. И это происходит потому, что тут есть, ну, какая-то классификация. Все-таки люди, белые люди, они получают больше зарплаты, больше доходов. Ну, и так сложилось, у них бизнеса лучше как-то идут. Соответственно, они разделились по регионам, и если вы захотите там перепродать, это будет человек из Азии, который захочет как можно дешевле. Окей. Ну, смотрите, вот вы цены назвали, значит, вы назвали цифры. Мы давайте еще коснемся чуть позже вопросов динамики цен, даже не только динамики, но и порога входа. Вот вы назвали минимум 100, но в большинстве районов 200, вот эти вот цифры. Давайте эту карту тоже откроем, чтобы можно было посмотреть. Вот для понимания, это цены здесь приведены вот в табличке Дерхамы, в Дерхамах. Вот в долларах, если перевести, чтобы примерно понимали люди, вот 800 Дерхамов. Вот от 800 до 1800 в районе вот Диа и Пифси. Да, в режиме реального времени, так сказать, посчитаю. Ну, если возьмем, извините, давайте возьмем Дубай-Марину, да, потому что, наверное, от 600 до 1000. Диа и Пифси – это маленький район просто. Дубай-Марина 600 Дзеркам, то есть… Это стоимость. Мы говорим, да, 1700-1800 долларов за квадратный метр. Думаю, так удобно будет. Давайте умножать на 3 с неким запасом. Вот, ну, чуть меньше, чем на 3 надо умножать, да, и получатся доллары. Совершенно верно. На 2,91, если вы умножаете, то вы получите в долларах на квадратный метр. Окей, то есть мы отсюда видим, что самый дешевый, доступный вариант от International Village – это примерно около 100, около 1000 долларов. Если мы берем самые дорогие варианты в самых дорогих районах, то это примерно 6000 долларов за квадратный метр в Пал Джумейре. Да, ну, есть… Важно понимать, Филипп, что тут некое обобщение для примерного понимания. Но есть объекты существенно дороже, да, по цене. Но это единицы, и это более… Можно считать как исключением, чем вложить это все в статистику. Ну, вот смотрите, полчаса у нас прошло, и мы подошли, наверное, к самому главному, полчаса спустя, если мы говорим о недвижимости, о сдаче недвижимости в аренду. Все-таки, это краткосрочная аренда или это долгосрочная аренда? Как происходит вообще процесс? Насколько он бюрократизирован, насколько он документализирован, если так можно сказать? Да, да. Ну, начнем, наверное, с самого простого, с долгосрочной аренды, да. Долгосрочная аренда существенно проще, да. Долгосрочной арендой занимаются зачастую такие компании, как мы и многие другие. Ну, вы можете, как владелец, тоже заниматься этим, но, опять-таки, это хлопотно, и зачастую люди этим не занимаются. Почему владельцы этим не занимаются? Во-первых, по той простой причине, что нету расходов никаких. При условии, что вы берете какую-то компанию, вот как нашу, мы не берем денег с владельца, мы берем деньги с арендующего. Это закон или ваша позиция? Хороший момент, вы подчеркнули. Это закон, это обусловлено закон. То есть, мы, опять-таки, есть определенное правило, да, назвать это законом не совсем корректно, но это правило, да. Некоторые компании умудряются брать там и 6, и 7% с арендующих, но это влияет на аренду, соответственно, и как быстро сдать. Поэтому, общее правило, брать 5% с арендующего, да. И это все документализировано. То есть, при моменте, при решении, как вы захотели сдать на долгосрок, есть так называемый контракт EJARI, это договор на аренду, где есть прописаны определенные пункты стандартные. Это вы скачиваете в режиме онлайн с правительственного сайта, да. То есть, это не… Сколько тебе скачивают этот документ? Контракт, да. Вот этот контракт, он правительственный, да. И вы его скачиваете, подписываете, и этим контрактом вы защищены, как и владелец, то как и арендующий. Простите, вот все-таки, вот я приобрел квартиру. Для того, чтобы мне начать ее сдавать, кому сколько я должен заплатить? Должен ли я получить какое-то разрешение? Как юридически эти вопросы решаются в Эмиратах? Да. Так вот, это про долгосрочное. То есть, все, что вам нужно, это иметь право собственности, которое у вас, в принципе, есть. Ну, и копию паспорта, соответственно. Вы передаете эту информацию вашему брокеру, да, и все остальное он делает сам. Теперь, если у вас есть банковский счет здесь, то, в принципе, вам не надо даже присутствовать в стране. Вы зарабатываете из вашей страны. То есть, всем занимается брокер, берутся чеки, да, от арендующего. Это может быть один чек и вплоть до 12 чеков. Но в основном это один чек, два чека или четыре чека. Чеки, еще раз, давайте уточним, о каких чеках идет речь. Вот я сдаю паспорту, сдаю ее на год или больше. Долгосрочно это больше, чем на год. Как раз вот этот момент хотел уточнить. Контракт на долгосрок делается в Дубае на год. Это по закону. Вы не можете арендовать там на 10 лет. Да, да, да. И не на 10 лет. То есть, есть контракт, он на год. Вы не можете выселить человека, да, и он не может уйти из контракта. Ну, вернее, он может, но тогда есть огромный штраф, этого никто не делает. На три месяца вперед человек штрафуется. Поэтому заключается контракт на год. Вы решаете с арендующим через брокера, как делать, сколько делать чеков. Чем больше чеков, тем, соответственно, выше цена. То есть, чеки, это по сути платежи. Вот насколько этот год будет разбит. Насколько платежи этот год будет разбит. Да, совершенно верно. Или арендатор мне заплатит сразу за весь год, или он будет платить. Вы называли крайнюю цифру 4. Это значит, как раз 3 месяца я получаю очередной чек. Совершенно верно. То есть, вы, к примеру, давайте представим. Ну, с одним чеком все ясно, я думаю, всем. Вы взяли чек, вы положили в банк, деньги в тот же день к вам поступили. К примеру, вы решились на, ну, давайте возьмем 4 чека. То есть, началось все, ну, условно, 1 января весь контракт, условия контракта. То есть, вы получили 4 чека. Первый в январе, да, и вы в тот же день берете, и уже, собственно, 25% от общей суммы в тот же день вы получаете. Следующий январь, февраль, март, то есть, в апреле вы получаете, вы берете этот, вы берете все 4 чека в тот же момент, но следующий чек, он на апрель, да, и вы положили все чеки в банк сразу же, да, и вам уже следующая сумма денег падает в апреле, потому что на чеке есть соответствующая дата. Ну, апрель, потом идет там, ну, июнь, июль, да, наверное. Июль, соответственно, да. Да, да, и соответственно. То есть, есть указанная дата, и вот в эту дату, на эту дату к вам падают деньги на счет. Окей, но это мы говорим про долгосрочную аренду, давайте теперь все-таки несколько слов про краткосрочную. Вообще, краткосрочную, ну, классическая история, что краткосрочная аренда, она более сложная, ну, в самом процессе, да, но если все получится, вот тогда она более доходная. Во-первых, краткосрочная история, насколько она популярна, и о каких, и какие дополнительные условия требуются от арендатора? Да, ну, с краткосрочной арендой немного сложнее. В каком плане? Во-первых, ну, мы все понимаем, что когда сдается под короткосрок, то за этим надо, кто-то должен убирать, кто-то должен следить, кто-то должен брать какие-то депозиты на случай, если что-то будет разбито, к примеру, да, или поцарапано и так далее. Поэтому тут сам процесс немного более сложный для управленческой компании, но никак не для владельца, да. То есть для владельца может все усложниться только тем, что, к примеру, кран сломался, нужно там тысячу долларов условно, да, чтобы кран починить, да, ну, или 300 долларов. Все равно должно быть от владельца должно поступить confirmation, извините, одобрение, да, что да, я готов платить эти деньги, почините, да. То есть все-таки владелец должен быть вовлечен, должен быть у телефона иногда, да. Это единственное усложнение, в основном нету большой разницы. Теперь есть разница в плане физ, да, в плане то, что берет брокер за управление короткосроком. Тут точно так же аналогично. Есть правило, это не закон, но есть правило, и это правило гласит о 20% от прибыли. От прибыли или от оборота, простите? Да, извините, от аренды, да, как таково. От всех поступаемых от арендатора средств. Совершенно верно. Вот, поэтому, несмотря на это, короткосрочная аренда более выгодная, более хлопотная, но и более выгодная. Насколько она выгоднее, да? Если мы возьмем 7%, к примеру, в одном здании, 7% доходности от долгосрока, то на короткосрок будет порядка 11-13%. Чистыми вам в карман. Чистыми в карман вы имеете в виду уже после уплаты 20% вот этих компаний? Совершенно верно. После уплаты 20%. Ну, смотрите, я всегда, честно скажу, к таким цифрам, то, что больше 10, знаете, всегда вызывает такое легкое недоверие. Давайте все-таки тогда чуть более подробно. О какой загрузке тогда идет речь? Что это должны быть за объекты? Потому что, ну, вы сами сказали, Эмират большой и обычно большая доходность, может быть, небольшая ликвидность и так далее. Здесь наверняка есть свои риски. Давайте чуть подробнее об этом. Однозначно, Филипп, весьма логично предположить, что, ну, все как-то слишком красиво звучит, да? Это не значит, что абсолютно все здания и любой объект, любую недвижимость вы взяли, сдали на короткосрок, вы получите такие доходы. То есть, во-первых, нужно выбрать правильное здание и, ну, естественно, правильный район, правильное здание и правильную единицу, да, правильную квартиру в самом здании, да? Это во-первых. Во-вторых, в плане короткосрока, да, все очень, очень важно выбрать правильную компанию. Потому что иногда, если компания слишком загружена, а с короткосроком такое бывает, да, если у вас слишком много квартир, недостаточно персонала, вы неграмотно делаете маркетинг и не успеваете заселять определенную квартиру, да, к примеру, это ваша квартира, то тогда, конечно, сразу же доходность падает. То есть, это тоже какой-то риск. Но что тут можно добавить с позитивной точки зрения? Важно понимать, что Дубай считается, до сих пор, Дубай это один из самых дорогих городов в плане аренды, взять номер в пятизвездочном отеле. То есть, вообще, аренда в Дубае как таковая, она очень дорогая. То есть, если я скажу, к примеру, вот на Марине, что есть односпальные квартиры за 30 тысяч долларов в год, просто это односпальные 68-70 квадратных метров, это звучит дорого, да, для многих людей, но это норма, да, есть квартиры даже выше, естественно, если дешевле, но в среднем, говорим о 30 тысяч долларов в год, это очень дорого, это на долгосрок. А на короткосрок, да, квартира легко может сдаваться, там, от 100 долларов и до 200 долларов, да, за односпание. Поэтому такие доходы, когда мы ставим все на бумаге, рассчитываем, анализируем и показываем существующие данные, человеку становится понятно, каковы риски. Вы назвали все-таки цифру, ну, допустим, там, ну, 10-11 процентов годовых, очень хорошо, очень хорошая цифра. Если мы говорим про краткосрочную аренду, допустим, так повезло, и объект попался хороший. Филипп, извините, и даже больше, может быть, даже немного больше. Я специально, так знаете, немножко снизу решил подойти. Давайте так тогда, ну, смотрите, 10-11 процентов, давайте там 12 процентов. О какой загрузке в этом случае идет речь? То есть сколько квартира должна сдаваться, чтобы эта цифра была получена? Да, вот когда мы говорим о загрузке, я вот говорил про отели. Я всегда беру в пример отели, потому что по той простой причине, что зачастую это конкуренция отелям, да, короткосрок. И загрузка по отелям в Дубае, также и цена на номер всегда за последние, ну, если не ошибаюсь, за последние 10 лет всегда одна, либо самая высокая в мире, либо одна из самых высоких в мире. Если говорить в цифрах, то вот за 18-й год заселяемость порядка 78 процентов в отеле, да, если выбрать правильный объект и правильную единицу, то 75-78 процентов заселяемости, это значит и есть, конвертируется в те 11-12 процентов, которые мы обсуждали раньше. Ну, давайте сдавать, допустим, вы будете, это, ну, как будете, Airbnb, какие-то агрегаторы и так далее. Да, это есть серия различных порталов, как арабских, так и международных, как вы упомянули, Airbnb. Ну, самый известный у нас, более непонятно, интернациональный. Да, 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 совершенно верно. Да, и, собственно, и здесь это один из самых известных, но есть и другие арабские порталы, да, и на странах залива, да, и где-то все успешно сдается. Помимо этого, есть огромная база данных, да, вот у нас, к примеру, как компании, людей, которые мы знаем, они всегда два-три раза, может, раз в год, но зачастую два-три раза в год они приедут в Дубай отдыхать, и им нужна квартира. И если вы правильный сервис предоставляете, то зачастую они сами вам звонят за месяц или за две недели, пожалуйста, забронируйте. Поэтому... Хочу еще один момент все-таки обратить внимание. Вот сейчас вот на вопрос Андрея еще параллельно ответим. Вот вы говорите, называли хорошие цифры доходности, но объективно, и вот я тоже последние новости смотрел, с 2014 года арендные ставки в Дубае тоже падают и падают очень существенно. Совершенно верно, да. За последние два года цены упали, ну, если брать два года, то цены упали на порядка... Ну, 20 процентов на... Арендные. Да, да. За последний год, если брать, соответственно, порядка 8 процентов. То есть 12 за предыдущий и 8 вот за это. Порядка 2. По фронту говоря, арендатора, арендодателя, собственника, военнослужащие вручают то, что цены с 2014 упали даже чуть на больший показатель. Совершенно верно. Я к этому, Филипп, ввел, что, да, естественно, если человек приобрел на пике в 2014 году, да, и он сдал там год на очень... год, может, даже два, да, почти два года, инвестор сдал за хорошую цифру, то потом, естественно, эта процентность снизилась, да. Если мы говорим... Ну, я обычно беру в пример сегодняшний момент и по покупке, и по приобретению, и по сдаче, соответственно. Поэтому, да, цены на аренду упали, но также цены на саму недвижимость сильно упали. Вот чуть-чуть расширю вопрос Андрея, который спрашивает, разрешено ли сдавать на короткий срок. Все-таки мы с вами этот момент не очень четко проговорили. Если с длинным сроком все понятно, я купил, ну, никаких особых моментов нет. Нужна ли какая-то лицензия? Если нужна, то как ее получать? Любой ли объект я могу сдать на короткий срок? Есть ли здесь какие-то вообще правила и ограничения? Да. Это на самом деле хороший вопрос, вот Андрей задал. Разрешено. Ответ разрешено. Как это происходит, да? Тут есть два пути у владельца. Он может сам получить эту лицензию. Это, конечно, немного хлопотно, потому что надо бегать, надо знать, куда ехать, но это решимо, да. Да. Будет это вам стоить порядка, близко к 600 долларов, да. В какой строк? За год, да. То есть, длинный тезия стоит 600 долларов в год. 100? Нет, не 100. 600 долларов. Извините, услышал другое. Так вот, да, вот это будет порядка того, это для индивидуального человека, то есть для физической персоны. Если это компания, то, ну, естественно, это совершенно другое уже. И это другая лицензия. Называется эта лицензия, она сдается под Holiday Homes, то есть дом для отдыха. И, ну, это уже то, что я вам говорил, про 20% от прибыли. Давай. Если что-то я не договорил, тут не до... Значит, еще раз, еще раз. Эту лицензию я получаю, и никаких проблем здесь, как бы, она выдается под любой объект. Кракосрочно. Да, по сути, она выдается под любой объект. А, и все-таки тогда еще уточнить, вы, наверное, ответили, я просто, может быть, не услышал, возможно, наши зрители тоже. А долгосрочная, там нужна та же самая лицензия или какая-то другая? Да, с долгосрочной не нужна никакая лицензия. То есть даже вы, как владелец, вы можете сдать самому под долгосрок, это нет. Но 99% случаев всегда сдают такие компании, как мы. То есть владелец не занимается этим. Это крайне редко. Повторюсь, потому что владелец не тратит ничего. Именно из-за этого. Давайте еще раз вернемся к карте. Все-таки, если мы говорим про долгий срок, то, ну, наверняка, есть одни районы самые интересные для сдачи в аренду. Если мы говорим про краткосрочную аренду, ну, вероятнее всего, это все-таки приморская история, это курортники. Так это или, в общем, здесь есть какие-то свои нюансы? Да, ну, на самом деле и да, и нет. То есть, естественно, большинство людей тянутся к приморскому краю. То есть к пляжам, к песку, морю. Собственно, там и самая привлекательная инфраструктура. То есть пляжи, рестораны, шикарные бары с шикарными бассейнами и так далее. То есть все люди тянутся, в основном, основная масса тянется именно туда. Как я, если говорить о районах, то на карте не обозначены все районы, так как есть очень много искусственных островов построенных, где есть целые новые мини-городки. И вот эти районы мы бы тоже посоветовали, если людям было бы интересно, ну, в приват после этого можем ответить, выслать информацию. Но из того, что есть, что до сих пор популярно и, на самом деле, одни из самых популярных районов, это, конечно, Дубай-Марина и Пан-Джумейра. Да, то есть вот эти районы на короткосрок, большинство зданий, но не все, на короткосрок очень выгодно сдавать. Выбирая конкретное здание, в котором я хочу купить квартиру или апартаменты, на какие параметры мне стоит обращать внимание с тем, чтобы арендные перспективы были наилучшие, с одной стороны, чтобы объект пользовался спросом, а с другой стороны был соблюден тот баланс, который позволит мне заработать наибольшие деньги. Что это такое? Новые здания старые, многоэтажные, малоэтажные, близко к морю, далеко от моря. Да. Ну, если мы говорим о существующих районах, которые уже, ну, относительно старые, назовем их так, районах, вот, к примеру, Дубай-Марина, то там есть здания как новые, так и старые. Мы в основном фокусируемся на новых зданиях. Почему? Во-первых, есть вот эта тенденция людей двигаться к новым зданиям. То есть, они покидают резиденты старые здания по возможности и переезжают в новые здания. Поэтому мы стараемся предложить, сделать как можно больше предложений именно в новых зданиях, потому что, ну, ликвидность существенно выше, да, и есть во многих зданиях, которые мы предлагаем, есть сногсшибательные планы платежей. Что мы имеем в виду? Действительно, вот такого на рынке никогда раньше не наблюдалось. Именно это и говорит о спаде, да, рынок, что рынок находится на дне. Например, застройщики могут предложить планы платежей, чтобы вы заезжали, заплатили половину, и вторую половину в течение пяти лет вы можете проплачивать без каких-то скрытых, да, увеличений цен или каких-то interest rate, мы называем, ну, проценты, да, какой-то. Да, да, да. Без ничего этого. То есть, это важно понимать, да. Соответственно, возьмем пример. Квартира односпальная стоит 70 квадратных метров, стоит миллион четыреста тысяч дирхам, то есть в долларах это... Ну, давайте, я посчитаю, чтобы было точно. Давайте. Миллион четыреста. То есть, триста восемьдесят тысяч долларов, да, квартира стоит триста восемьдесят тысяч долларов. Вы приобретаете сейчас квартиру в практически готовом здании, да, есть случаи, полностью готовое здание. Вы платите половину, начинаете сдавать, если есть желание, да, и в течение пяти лет вы существенную сумму покрываете. Соответственно, на вложенную сумму уже в первом году вы можете даже при долгосроке, вы получите легко девять процентов годовых. Но она будет падать, потому что... с годами, потому что вы должны оплатить следующую сумму. То есть, есть много таких интересных примеров, Филипп, где действительно из-за планов платежей, да, ваш кэш, да, вашу наличку не так бьет по карману. Потому что вы платите потихоньку и покрываете от аренды. Денис, а как все-таки с кредитами сейчас? Вы сказали про кредиты для бизнеса, тут про особых проблем нет. На каких условиях что сейчас можно получить? И вообще, насколько это популярная тема в Дубае? Да. Ну, здесь кредиты под недвижимость называют mortgage. Ну, по-нашему, это ипотека. Ипотека, да. Да. Так вот. Это очень популярно. Сейчас эта популярность немножко снизилась именно из-за этих планов платежей, о которых я ранее говорил. Поэтому эта популярность снизилась, но, тем не менее, она присутствует. И для людей, которые хотят это взять, это практически гарантированно. Да. На самом деле, я не вижу никаких каких-то подводных камней, чтобы человек не получил эту ипотеку. Другой вопрос – это под какой процент? Под какой? Под какой сейчас дают? Вот как раз я к этому бил. Вы чем хуже здание, классифицируемое банком? Потому что банк, естественно, они проводят свой аудит, анализируют свои риски. Чем хуже здание по классификации, а тут есть классификации, да, А, Б, Ц, то, естественно, тем больше риска, соответственно, процент может повыситься до 5,75. То есть 5,75 процента. Какой валюта? В дирхамах. Что есть доллары? Почему? Потому что валюта дирхам, привязанная к доллару, она в течение 40 лет никогда не менялась. То есть это в долларах, да, чтобы упростить, это в долларах, да, то есть под 5,75. На данный момент, исходя из того, что мы знаем из многолетнего опыта, выше этого процента не существует. Самый низкий процент – это 2,50, то есть 2,50. Вы можете взять кредит вплоть до 75, 75 процентов от стоимости недвижимости. То есть 25 процентов проплатили, 75 банк. Причем, Филипп, если, к примеру, вы проплатили, допустим, у вас есть 50 процентов надо застройщику оплатить, и вторые 50 – это, да. Вы можете взять все равно 75 и остальные 25 процентов на ваше личное усмотрение. Понятно. То есть, да, это приветствуется. Давайте тогда еще все-таки вернемся к карте и к вот этой даже вот таблице, которую вы показывали. Если мы говорим динамика цен, все-таки есть история, связанная с арендой, есть история, связанная с волатильностью ценовой. Цены падают. Да, есть предположения и даже есть определенная логика, которая показывает, что они так долго, бесконечно падать не могут, как и расти они не могут. Но, тем не менее, в данный момент роста нет, и, соответственно, любая покупка, она содержит в себе некие риски, связанные с вопросом ликвидности просто хотя бы. Что будет дальше и так далее. Вот если мы говорим, пробежимся по вот этому списку, что, где вот та золотая середина, которая хорошо сдается в аренду, которая, может быть, не очень сильно будет дешеветь, а если будет дешеветь, то первый восстановится. Это самые дорогие, это самые дешевые, что это за районы и так далее. По вашим ощущениям, в вашей оценке. Да, да. Ну, Филипп, во-первых, хотел бы сказать, вот вы утвердили, цены падают, да, и так далее. Я бы хотел вот тут немножко подкорректировать, цены падали, да, то есть сказать, что цены падают сейчас, нет, я бы не сказал. То есть цены падали, вот сейчас мы наблюдаем на какие-то объекты небольшой подъем, мы говорим от 1 до 5%, да, на некоторые объекты до сих пор падают, да, то есть, а на некоторые, вот достигли дна, люди больше, продавцы больше не скидывают. Поэтому есть уже определенное понимание, что все, цены очень близки к дну, если не на дне, во всяком случае во многих объектах. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, мы все-таки рекомендуем людям рассматривать, вот если я проведу курсором, возьмем, возьмем даунтаун, да, самый популярный, самый посещаемый район города, да. Давайте сразу на карту я переключу, это где он у нас? Да, это вот прямо вот здесь, видите, это то, где фонтаны, да, да, вот небольшой район, это то, где фонтаны, где самое высокое здание планеты, самый большой крупный торговый центр планеты, это все в одном месте, вот, и вокруг всего этого небоскребы. И вот, как вы можете заметить, довольно-таки такой большой разброс, да, в плане цен. То есть, вот, да, 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 850 квадратных, извините, дирхам за квадратный фут, давайте посчитаем, чтобы людям было понятно. Давайте сразу еще, я пока просто объясню, что, как я понял, в этой схеме вот эти цифры дирхам на квадратный фут, а чтобы перевести в доллары на квадратный метр, надо умножать на 2,9, да, вы сказали? Совершенно верно, да, на 2,9. Ну, на 3,9, грубо, то есть, вот, 850, это у нас 2550 получается, ну, 2500. Да, 2500, совершенно верно. 2500, ну, и где? И до 5400. 5400, да, примерно такой порядок. Естественно, Филипп, люди задаются вопросом, а почему, да, один и тот же район, такой разброс цен, да? И вот тут мы возвращаемся к тому моменту, когда я говорил про новые здания и старые здания, да? Это первый момент. То есть, новые здания стоят дороже. Они издаются дороже, да? И они перепродаются легче, да? Это первый момент. Второй момент, в самих старых зданиях цены сильно отличаются, потому что, к примеру, если мы сейчас говорим о даунтаун Дубай, то приветствуются квартиры с видом на фонтан или с видом на бурж-калифу. Все, что с задней части смотрит на другое здание, естественно, цены, разброс цен сразу на порядка 40%. То есть, когда мы говорим о 850 дирхам за квадратный фут, это самые, квартиры с самыми плохими планировками и самыми плохими видами. То есть, да, такие квартиры не особо, не все люди их предпочитают. Соответственно, мы вот эту более левую сторону, да, низкие цены, мы в это не лезем. Мы стараемся где-то встрять посередине и выше, потому что это будут либо частичные виды, да, или планировка очень хорошая, или здание хорошее. Но смотрите, есть же другой риск. Вот у самых дорогих объектов, так часто бывает, они сами-то по себе хороши и их в аренду снимут охотно. Но вот эта высокая цена, когда ты платишь в значительной степени, ну, есть ты платишь в значительной степени за некий вот имидж, да, который арендатор-то, может, в такой степени не оценит. Так вот… Целесообразно ли, да, приобретать? То есть, вот самые дорогие, вот 5500 все-таки, что это такое, и купив такой объект, вот, ей-богу, с трудом верится, что тут 13% заработается. Да, я понимаю. Когда мы говорим о 13%, это однозначно только короткострок, Филипп, естественно. Да, надеюсь, всем это понятно. То есть, на долгосроке никакой речи идти не может о 13%. Это во-первых. Во-вторых, если мы… Вы, собственно, любой человек это может все здесь проверить, потому что Дубай отличается прозрачностью. То есть, в режиме онлайн вы абсолютно все цифры, о которых мы говорим, мы можем пройтись, и вы все это можете проверить. Так вот, возьмем тот же Даунтаун или Дубай Марину. Односпальная, тот же район, может сдаваться… Возьмем односпальную, к примеру, которая стоит по 850 за квадратный фут, да, ну и то, что справа, самая дорогая. Так вот, отличие между ними может быть, ну, на порядка 50%. То есть, может быть, односпальная сдается за 15 тысяч долларов, и есть односпальная в том же районе, которая сдается за 30 тысяч долларов. И зачастую, Филипп, вот очень важно понимать, зачастую та, что за 30 тысяч долларов, проще и быстрее сдать. И их меньше на рынке. Кто арендует сейчас, если мы говорим про краткосрок и долгосрок, это экспаты, ну, и в вашей компании, например, вы работаете с русскоязычной аудиторией или не только? Да, арендуют в основном не русскоязычная аудитория, арендуют европейцы, американцы, канадцы, есть иногда Африка, да, но это реже. Но в основном это Европа, Канада, опять-таки, когда мы говорим Канада-Америка, это люди тем или иным образом связаны с этим регионом. То есть, есть очень много людей, уехали из Ливана или из Египта много лет назад, они там уже, американцы, канадцы, они приезжают сюда, их тянет все-таки к что-то такому с инфраструктурой и свое все-таки. Да, Дубай это совмещение West and East, да, то есть что-то взято с Европой и Америки, с той цивилизацией, но есть все-таки что-то свое, да, и эти люди, их тянет. Мы наблюдаем, мы видим это очень часто. Поэтому очень много таких людей, да, но когда мы говорим о европейцах, то это в основном люди, которые работают на больших корпорациях или больших компаниях, и вот они зачастую, либо они, либо компании им арендуют, это на долгосрок, да. Когда мы говорим о короткосроке, это действительно микс, то есть это могут быть и наши, и азиаты, и европейцы и так далее, и очень много арабов в том числе. Денис, давайте тогда все-таки еще одного вопроса инвестиционного коснемся, и как раз вопрос, который Анастасия нам задала, Анастасия, спасибо, подтолкнул к этому. Вот если мы говорим о, и вы говорите, что такой present perfect, до настоящего времени цены падали, сейчас они вроде как, по вашим ощущениям, в некоторых местах уже стабильны. Здесь есть разные прогнозы, вот я смотрел, последние новости тоже читал, кто-то говорит, что там падение еще продолжится примерно полгода, по-моему, там в отчете Reuters было последним. Потом вдруг выясняется, что число сделок с недвижимостью выросло в сентябре-октябре больше, чем на 100%. Третья новость, вот сейчас тоже, которую смотрел, где-то была замечательная совершенно новость про вот эту выставку, которая, да, всемирную выставку Экспо, что она, безусловно, подтолкнет рынок. То есть разные мнения, но в любом случае где-то что-то вырастет, где-то нет. Вот если мы говорим о ликвидности, какой объект в ближайшее время, по вашим ощущениям, какой тип объектов терять в цене не должен и, может быть, даже будет что-то приобретать. Где он находится, что это за тип жилья и так далее? Да, я должен этот вопрос связать с Анастасиейным вопросом? Ну, а, соответственно, если мы говорим, где сейчас цены низкие, по большому счету, это вот тоже, это оно. То есть вот Анастасия примерно спросила о том же, если я правильно понимаю, да, Анастасия? Ну, какие-то уточнения. Суть наверно в этом. Вот. Пожалуйста. Ну, во-первых, хочется отметить, Филипп, это на самом деле очень интересная цифра. Октябрь 2019 года, прошлый месяц, был самым, в плане транзакций, был самым сильным месяцем в истории Дубая с 2008 года. Произошло 4774 транзакций, Филипп. Чтобы вы понимали, когда люди говорят, рынок там на спаде, люди покупают, да, рынок на спаде, но люди покупают. Кто-то однозначно покупает. То есть порядка 160 сделок было сделано каждый день, да, в городе. Это довольно-таки большая цифра. Поэтому это уже о чем-то говорит. И речь не только о октябре, эта тенденция наблюдалась и в сентябре, и в августе, в том числе и у нас как компании. Несмотря на то, что август один из самых низких месяцев года, да, так принято считать. Поэтому в этом плане цифры говорят, мы смотрим на цифры, мы смотрим конкретно на цифры, и цифры говорят, что ситуация не такая уж и печальная, да. Я бы даже сказал очень позитивно. Да, теперь вот вопрос к вашему вопросу и к вопросу Анастасии, да. Какие районы недооцененные, да, мы считаем, что недооцененные, да. Я бы перефразировал это, какие проекты недооцененные. Почему? Потому что если я скажу про Дубай-Марину, то там есть объекты, в которых мы лично не верим, да. Они упадут в цене или они не будут продаваться. А есть объекты, которые очень привлекательные. Один из таких объектов, вот если брать Дубай-Марину, проект называется Ля Ви, да. Его строит компания Dubai Properties. Это, по сути, правительство Дубая. Непосредственно сама семья шейха владеет этой компанией, да. Ну и там множество акционеров. Вот они строят этот объект, его запустили буквально 10 дней назад. На данный момент, ну, порядка 35-40% здания продано. То есть... Там что, там квартиры? Это просто там квартиры, апартаменты, да? Или это, конечно, ближний блок какой-то? Да, извините, недообъяснил. Это жилой комплекс, высота 30 этажей и 268 квартир. То есть это квартиры. Квартиры с видом на море и квартиры с видом на город. Так вот, как только его запустили, мы уже до запуска нам сообщили, мы заранее всегда знаем, порядка за месяц мы информируем наших потенциальных приобретателей, да, покупателей. И мы уже знали, что эту недвижимость можно сейчас купить и на стадии строительства перепродать, ну, порядка через 6 месяцев, 8 месяцев уже можно перепродать на 5%. То есть невысока, конечно, доходность. Но если ждать до момента сдачи, то мы прогнозируем, что легко 15-18% вырастет. Помимо этого есть еще пару объектов, вот, к примеру, Ямар-Бич-Фронт. Это тоже 20 зданий на искусственном острове между Мариной и Пальмой. Ну, мы можем рассказать тому, кто интересно отдельно. Так вот, там есть также квартиры, даже немного ниже по цене, но план платежей идет с рассрочкой. Вы заехали, то, что я говорил раньше, вы заехали, и еще 2-3 года после этого вы можете проплатить. И тот, и этот объект идеальны для короткосрока. Это даже объявляет сам застройщик. То есть вот такими квартирами мы любим заниматься, потому что мы знаем, что доходность будет, и все будут счастливы. Ну, тогда вопрос поступил, может быть, даже ничуть не менее интересный, уж точно ничуть не менее важный. Хорошо, те проекты, которые вы верите, более-менее понятно. А как быть с теми объектами, в которые вы не верите? Почему? И что такое плохой объект для сдачи? Да. Ну, сказать, что есть плохие объекты, тут надо, наверное, я должен перефразировать, я неверно выразился. Плохие в каком плане? Плохие в том плане, что их тяжело сдавать или тяжело перепродать. И почему мы считаем их не очень привлекательными? Потому что когда нам продавец или тот, кто хотел бы сдать в аренду, давал нам эти квартиры, мы делали маркетинг, мы старались, но всегда приходилось ждать. Либо 2 месяца, 3 месяца, иногда даже 6 месяцев. Но не получалось. И это было не только с нами. Зачастую тут сдают с одним, двумя или тремя компаниями, чтобы была конкуренция. И вот никто не может сдать. Ну, не идет оно. Вот это мы считаем не совсем привлекательным. Вы видите объективные причины, почему не идет? Или все-таки есть некое такое, знаете, ну вот... Мы видим объективные причины. Мы заранее это говорим. Первый момент. Это качество в самих коридорах. То есть в самом здании. Будь то в лобби, у бассейна, в коридорах, лифты, как они двигаются. Почему я говорю именно общее, о зданиях? Потому что в квартире можно за относительно низкую цену сделать себе прекрасный ремонт. Да, тут эта работа стоит относительно дешево. Но вам это не поможет на сдачу и на перепродажу так сильно, как хотелось бы. Почему? Потому что до момента захода в квартиру покупатель уже прошел через всю эту неприятную обстановку. Арендатор у тебя расстроится в первые пять минут. И до двери он ваш, и даже если и дойдет, то он уже примет для себя отрицательное решение. Ну, понятно. Чисто с точки зрения... Чисто формально он зайдет, но ему уже не нравится. И мы это понимаем. Поэтому вот то, что мы считаем плохим объектом, это то, через что мы прошли. И также у нас есть транзакции на все объекты, на любое здание. Вы даете нам здание, вы даете нам вашу квартиру. Мы берем все транзакции за последние шесть месяцев. За какую сумму, что было продано, а также сдано. Это вся информация, Филипп, она вся у нас есть. Это из правительственных структур. И Тим прислал еще один вопрос тоже, который мы не осветили. А вот смотрите, те объекты, которые продаются вообще, как принято в Эмиратах. Вот я купил квартиру у застройщика, давайте отдельно, не на самом рынке, у застройщика. В каком виде она мне сдается? Есть ли там мебель или я ее должен купить? А если я ее должен купить, о какой цене? Сколько стоит обустроить ее так, чтобы она была интересна для аренды? Да. В основном на данный момент большинство объектов, порядка 95% объектов, сдаются без мебели и без техники в ванных, в валетах, в кухне. Да, на кухне. А техника есть? Да, я к этому вел. Все остальное готово. Все, что вам надо, это условно привезти холодильник, посудомоечную машину и поставить софу и шторы. То есть все готово. Некоторые еще шкафы любят. Так вот, шкафы включены. Так вот, шкафы включены. То есть шкафы включены, а они встроенные в смысле какие-то? То есть какая-то такая дизайнерская история? Да. Повторюсь, все, что вам надо, Филипп, вот представьте, вы зашли в квартиру, вам сдали ключ, все, что вам надо, это взять себе технику, холодильник и какую-то там микроволновку и так далее и поставить себе мебель. Все остальное есть. Все включено, вся отделка, в том числе встроенные шкафы, в некоторых шкафах в том числе есть и даже зеркало. То есть все готово. Есть объекты, в которых даже это все включено. Но это реже и это сказывается на цене. Ну вот давайте так, поговорим, давайте нарисуем уже ближе к завершению нашего семинара, нарисуем такой вот идеальный объект, о котором мы говорим. Вот новостройка, сколько она может стоить? Вот что такое хороший объект для сдачи? Мы с вами еще обсуждали это, но так как-то в таком не совсем плотном режиме. Что такое идеальная квартира или идеальная студия или идеальный дом, на котором можно заработать больше всего? Ну, Филипп, идеального не существует. Начнем с этого. Но близкое к идеальному, скажем так, для сдачи, если мы смотрим только на цифры и на доходы, самое идеальное это либо студия, либо односпальная. То есть это то, что самое востребованное в плане сдачи. Если бы вы хотели совместить приятное с полезным, то есть приехать отдохнуть иногда в собственной квартире и сдавать на короткосрок, ну тогда это, соответственно, два, двух или трех спальня. Но тут, естественно, доходность сразу падает. Ну и виллу уже это самое, это чисто для вас, для проживания. То есть приобретать виллу или тот же таунхаус, ну таунхаус и есть случаи, когда целесообразно приобрести, но виллу только для себя. То есть оно не совсем доходно. И тогда в продолжении все-таки вы сказали, что там чем меньше комнат в квартире, тем лучше. В какой степени это так и с чем это связано? Да, извините, не совсем понял вопрос, Филипп. Вот вы говорили, что покупка односпальной квартиры или даже студии более интересна, чем там большие объемы. Да, да, с чем это связано? Их трудно сдать? Почему односпальная студия более привлекательная? Да, да, да. Они более привлекательные, во-первых, так как их проще сдавать. То есть они быстрее сдаются, на них спрос огромный. С точки зрения демографической город сложен так, что порядка 60% населения имеет возраст от 25 до 38 лет. Соответственно, это молодые семьи, собственно, как ситуация, в которой также я нахожусь. Это двое молодых людей, иногда ребенок, и они проживают либо в студии, либо в односпальной. Когда мы говорим односпальная, это относительно просторная квартира, 65 минимум квадратных метров до 80 квадратных метров. Это очень удобно для молодой семьи. Поэтому студии и односпальные – это самые востребованные. Это во-первых. Во-вторых, когда люди новые на рынке в Дубае, мы все-таки предлагаем им по-минимальному вложиться. То есть не надо сразу вкладывать много средств. То есть хотелось бы показать человеку, что да, вот оно работает, проверьте, закиньте удочку, можно так сказать. И, конечно же, люди предпочитают вложиться меньше для начала, чем сразу раскидываться деньгами. Поэтому первоначальное вложение такое, относительно надежное, которое принесет стабильный доход, это порядка от 200 до 270 тысяч долларов, около того. Пошел вопрос. Расскажите, пожалуйста, про цены на содержание. Содержание одного. Как примерно оценить, сколько мне как собственнику придется платить? Два варианта. Если я там живу или если я там не живу? Какие мои расходы? Да, это очень хороший вопрос задал. Давайте, Тим, да? Давайте просчитаем. Смотрите, Тим, Филипп. В Дубае это обусловлено законом. Каждое здание имеет свой так называемый service charge fees. Это оплата, которую платит каждый из владельцев квартир по квадратному метру, ну, в нашем случае по квадратному футу, в зависимости от здания, в котором он находится. То есть, когда застройщик, например, объявил новую продажу, проект находится на стадии строительства, к примеру, он уже примерно объявляет в погрешностью 95%. Объявляет о... В погрешностью 5%. В смысле, не 95%. Да, извините. 95% это ничего не объявляет. Это да, это было бы интересно. Обещаю. Нет, с погрешностью, да, порядка 5%. То есть, это очень редко. Зачастую это так и есть, да? Но тем не менее. И говорится, какой service charge на квадратный фут будет. Давайте возьмем пример. Если мы говорим о Дубае-марине, есть от здания к зданию, то есть, здания могут быть соседами. Но от здания к зданиям различный service charge. Он может быть от 14 дирхам за квадратный фут и до 30 квадратных... 30 дирхам за квадратный фут. В месяц? В год. В месяц? В год. В год, да. Умножаем на 3 и получаем доллары на квадратный метр. Да. То есть, 52, если 4... От 50 до, условно говоря, 100. От 50 до 100. Ну, если возьмем, вот ответим, за 100 квадратные метры, да? Это 1200 квадратных... Сейчас, одну секунду. Давайте, просто чтобы так понятная цифра была. Я возьму среднее, 18 дирхам. 18 дирхам – это хорошее здание. Это будет очень хорошим зданием, да? То есть... Так, сейчас, одну минуту, извините. 18 дирхам за квадратный метр в год? Я правильно услышал вас? Да. Нет, за квадратный фут. А, за квадратный фут в год. Это значит, за квадратный метр 50 дирхам? Ой, 50 долларов? Ну, это порядка 5800-5900 долларов в год вы проплатите за всю квартиру. Вот, в 100 квадратных метров. Есть... Это содержание квартиры 5000 долларов в год не обойдется целиком, полностью. Да, совершенно верно. Повторюсь, это не содержание квартиры как таковое, это содержание здания, в котором квартира находится. Это для охраны, для уборки коридоров, уборка лифтов, мейнтерненс, да, то есть содержание лифтов, бассейны, уборка бассейнов, при бассейне есть охрана и так далее. Когда мы говорили до этого о доходе, вот этот расход, все-таки 5000 в год, это сумма существенная. Если я, условно говоря, там заработал 30, вы приводили в пример, вот вы 5 эти учитывали или нет? Так вот, да, поговорим о цифрах на конкретных примерах. Давай, Филин. У нас была путаница. Мы говорим сейчас, я взял в пример 100 квадратных метров. 100 квадратных метров – это двухспальная как минимум, в некоторых случаях и трехспальная. Но возьмем, что это шикарная, просторная двухспальная. Это двухспальная будет... Обращу внимание, что на двухспальной сразу снижается доходность, да, то есть когда мы говорим о 7-9 на долгосрок, да, то это на односпальную. На двухспальная сразу она будет 5,5-6%, порядка того. То есть вот возьмем двухспальную, 100 квадратных метров, это однозначно, ну, такая роскошная, просторная двухспальная, да. Она будет сдаваться, если это в здании уровня 18 дирхам на квадратный фут, да, это хорошее здание, как я и говорил, она будет сдаваться в 100, 145-150 тысяч дирхам в год. Ну, возьмем 145. Разделить на 365. 40 тысяч долларов в год. 40 тысяч, из которых вычитываем, то есть 35 тысяч долларов, 35 тысяч долларов чистыми вам в карман. Электроэнергия и вода учтены уже, когда вы говорили о платежах? Это по дозиметру, да, по внутри. Расход какой примерно? Вот если, ну так, считаем, что человек не льет воду круглый день, ну, а тем не менее. Да, я вам скажу пример, даже вот... Ваш опыт. Да, вот мой опыт, да. Да, и у всех друзей, как бы. Если это двухспальная, то это порядка 150 долларов в месяц на воду, и тут оно входит в один счет. Вода и электричество. Ну, это будет очень так. Будете лить много воды. Вот пришел вопрос, безусловно, не было никаких сомнений, что всех убедить невозможно, и даже это, наверное, хорошо и правильно. Вот вопрос из Семена, он действительно выражает сомнения. Я просто не очень понял, а с презентацией вроде не было этой цифры, но, возможно, откуда-то она взята, что 26% жилья забронировано на данный момент, то есть 74% пустуют. А что будет нового? Вот я, честно скажу, цифру 26 и 74, отвечать за них не буду, но все равно история понятна. Строительство новое идет, экспо-форуд закончится, как бы здорово все не было, все равно люди уедут, они не останутся здесь жить насовсем. Однозначно, однозначно. Город и не рассчитывает на то, что все люди останутся и будут проживать здесь. Все-таки риски, что их нивелет. Во-первых, начнем с того, что цифра в 26% жилья города, но это мне надо посмотреть, чтобы понять, о чем идет речь. Я такую цифру, честно говоря, не видел, может быть, какую-то ссылку, если Семен представит. Да, было бы здорово. Но надо понимать, что, во-первых, вот возьмем даже с тем же долгосроком, очень много квартир сданы, та же квартира сдается тремя агентами. Соответственно, сам портал, сама аналитика с задней части этого портала этого не понимает, этого не рассматривает. У нас есть много таких историй, когда мы показываем человеку, смотрите, осталось буквально несколько квартир, да, осталось 15 квартир во всем здании, от 400 квартир на аренду. Он говорит, да, но это много. И потом мы начинаем смотреть, и из них оказывается 7 или 8 квартир на самом деле существует. Остальные либо продублированы, либо в три раза больше. Это может быть одной из причин, да, есть ли она, есть ли эта причина, я не знаю, но это однозначно влияет на эти процентные соотношения. Теперь по экспо и то, что люди уедут, да, и очень много зданий новых, что правда, Семен действительно хорошо проинформирован. Очень много объектов сейчас, ну, много объектов сдаются. Важно понимать, Семен, что население Дубая постоянно растет, да, и когда мы говорим «постоянно растет», это не просто красивые слова. Вы можете, опять-таки, тут все прозрачно, вы можете взять аналитику с 2000 года, да, когда было, по-моему, 700, порядка 700 тысяч человек, и до 2018 сейчас практически 2,9 миллиона человек. То есть, каждые 10 лет или около того население дублируется. И у правительства Дубая были и есть планы, чтобы к 30-му году население было 5,5 миллионов человек, около того. То есть, мы говорим, что город должен возрастать за буквально 11-10 лет, как минимум еще на 50%. То есть, это жилье нужно, да, может, не в следующие годы, не в следующий год сразу же, но оно нужно, потому что население всегда растет. И правительство имеет непосредственные доходы от продажи и от аренды этих зданий, и они следят за этим. То есть, всегда в Дубае делается небольшой, немного больше предложений, чем спроса. Это всегда было, это всегда есть, до сих пор, и я думаю, это всегда будет. Окей, Денис, вы, кстати, вот кому интересно, ну, во-первых, еще раз повторю, у нас видео будет выложено, безусловно, и, соответственно, вот с этой презентацией вы тоже сможете познакомиться, изучить более подробно. Вот здесь вот объем ввода новых объектов на рынок в 2019 году в Дубае. А уже в самом завершении буквально пара таких глобальных вопросов у нас осталось. Все-таки, вот, предположим, есть интерес, есть желание там приобрести объект, новый или вторичку, как практически это сделать? Вот какие здесь есть правила, законы и обязательства у покупателей в Дубае сейчас? Да, ну, есть два различных вида приобретения, да, это приобретая недвижимость готовую или приобретая недвижимость на стадии строительства. Возьмем, ну, сначала готовую недвижимость. При приобретении готовой недвижимости вам надо приехать в городе Дубае, то есть вам нужно физически присутствовать. Как обычно, как правило, как люди это делают? Зачастую, в большинстве случаев, мы выбираем эту квартиру или виллу, да, единицу недвижимости в режиме онлайн. То есть через фотографии, видео, размеры, обсуждаем цены, анализируем детально ту или иную единицу. Мы решили, решили в том числе и цену, да, продавец согласился. В таком случае вы прилетаете и занимает весь сам процесс, после того, как вы решили, занимает не более двух часов. То есть, по сути, это 30 минут для регистрации, чтобы вы взяли право собственности на руках. Деньги я должен заранее перевести на какой-то свой счет в банке? Как оплата происходит? Да. Как это происходит? При дискуссиях о цене, как только мы договорились, вы должны перевести, вы либо должны перевести 10% от стоимости недвижимости к брокеру, в данном случае к нам, да, то есть на наш счет. Вот мы подписываем так называемый MOU, Memorandum of Understanding, то есть это контракт о взаимном согласии и понимании, да, это государственный документ, да, тоже стандартный. Каждая сторона подписывает, вы переводите деньги или же выписываете нам чек, если он у вас здесь есть, да. Это служит как гарант на то, что вы серьезны, квартира снимается с рынка, продавец не имеет права продавать, да. Вы прилетаете, мы идем с соответствующими документами в так называемый, ну, там где это, Dubai Land Department, там где это регистрируется, да, в правительственном учреждении. И регистрируем сделку, да. На этот момент у вас на руках должен быть либо менеджер чек, это чек, который, это на самом деле наличка, да, но в виде чека. То есть с этим чеком вы можете пойти в банк и взять наличку немедленно, без любых проблем. То есть, как правило, либо это делается, либо на момент регистрации вы переводите деньги сразу уже на счет продавца, да. И, собственно, все. А кто мне нужен на регистрации, какие документы я с собой должен привозить, что у меня должно быть с собой, паспорт, там. Копию паспорта. И все. Если вы резидент, то тогда виза резидента и Emirate ID, да. Но если вы не резидент, копию паспорта. Важный вопрос. Если я оплатил задаток, а потом в силу каких-то причин передумал, задаток мне не возвращается или возвращается? Не возвращается. И это сразу объясняется заранее. Опять-таки, Филипп, есть случаи, когда из-за каких-то... Это обсуждаемо, но по закону и по правилам деньги не возвращаются. Деньги остаются в компании, и они должны быть отданы продавцу, потому что он потерял время, да, свое. Ну, то есть, ваша рекомендация в данном случае все-таки какая? Как вот в какой момент может человеку просто подъехать? Как ему правильно поступить? То есть, в этом случае, да, Филипп, все-таки правильнее всего это приехать, пару дней посмотреть, может даже неделю, прощупать районы. Опять-таки, все зависит от приобретателя. Если он знаком с Дубаем, был много раз, знает город, знает, в принципе, даже знания, естественно, не обязательно приезжать. Но если вы не знаете, о чем идет речь, все-таки советуем приехать, посмотреть, проанализировать, услышать наши рекомендации и на этой основе решиться. Также советуем открыть все-таки банковский счет здесь, потому что с транзакциями все-таки намного проще и эффективнее. Ну, тогда уже, наверное, вот ближе к завершению самого нашего семинара, вебинара, я попрошу, во-первых, опубликовать контакты компании, как с вами связаться можно, и несколько слов просто, что ваша компания, компания Акс Капитал, Денис, реально делает для тех людей, которые заинтересовались. Какие услуги вы оказываете и какие услуги вы не оказываете? С чем вы можете помочь? Филипп, позвольте я добавлю в плане транзакции вопрос, потому что мы поговорили о готовой недвижимости. Есть второй тип приобретения недвижимости на стадии строительства, которое очень распространено в Дубае. Всегда было, до сих пор есть и, думаю, всегда будет. При приобретении такой недвижимости все, что вам нужно, это быть на телефоне и иметь копию паспорта. То есть вы приобретаете удаленно. Вам высылается контракт посредством DHL или какой-то другой службы, вы подписываете контракт, отправляется физический контракт обратно. То есть все делается удаленно. Так делают многие люди. Поэтому вот есть другой тип транзакций, который более даже распространенный, чем, извините, приобретение на вторичном рынке. Это тоже важно понимать. Окей. Ну, давайте теперь, да, в двух словах о том, что вы реально предлагаете. Сколько объектов у вас есть? Много, мало, десятки, сотни? Да, да. Как начать даже не с эмиратами, как с вами начать, если, дай бог, у кого-то есть желание. Кто мы такие и что предлагаем, да, скажем так. Ну, естественно, мы предлагаем такие сервисы, как приобретение и продажа недвижимости, да, естественно, также аренда как на долгосрок, так и на короткосрок. Это значит, если мы занимаемся короткосроком, это значит, что мы можем вашу квартиру полностью оборудовать, вплоть до вилок и ложек, да, и полотенцев. Мы также вот на данный момент мы открываем собственную фабрику мебельную, чтобы мы производили эту фабрику. То есть мы занимались этим в далеком 2012-м, закрыли буквально на три года, и мы вот сейчас уже в процессе открытия. А почему закрыли? Да, ну, был как раз таки спад, мы решили сфокусироваться конкретно в недвижимость, вместо того, чтобы делать все и понемногу. Поэтому мы закрылись, потому что мы были, ну, всегда около, все, что мы зарабатывали, уходило на, то есть мы не зарабатывали, но и не теряли денег, вот так, проще говоря. Поэтому было слишком много усилий, и мы решили закрыться и прийти с новыми силами, новыми вложениями. И вот мы это делаем, то есть уже с февраля этого, ну, следующего года, через три месяца, мы сможем мебелировать собственноручно своей мебелью изготовленной, да. Это немаловажно, потому что мы можем предоставить любой цвет, любую текстуру, да. Это все можно сделать под заказ и очень выгодно. Вот это важно тоже понимать, потому что мы можем предоставить весь спектр услуг, связанный с квартирой. То же самое и отделка, поставить новую плитку, да, какую-то новую отделку и так далее. Продолжайте, продолжайте. Есть еще, на самом деле, смотрите, какая еще есть история. Ну, я, давайте еще тоже, контакты с Денисом, как с вами связаться можно. Ладно, я просто предлагаю, может быть, таким образом сейчас поступить. У нас еще минут пять, наверное, эфирного времени есть, может быть, чуть меньше. Давайте попробуем сделать такой блиц. Я вам вот, чтобы подытожить весь наш разговор, я предложил бы, я вам сейчас задам просто несколько коротких вопросов, а вы, насколько возможно, именно так же коротко попробуйте, попробуйте на них ответить. Итак, по большому счету, мы обо всем этом говорили, но просто вот коротко. Основная возможность зарабатывания на недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах сегодня – это что? Это сдача в аренду. Долгосрочная или краткосрочная? Короткосрочная. Если мы говорим о цифрах по долгосрочной и краткосрочной, какие оптимальные результаты можно получить? Оптимальные и средние? Да, оптимальные – это 9% на долгосрок, и средние – это 7% на долгосрок. И оптимальные на краткосрок 12% и средние – 11%. Да, невелика разница. В вашей компании, ну и в Дубае в целом, какой порог входа в инвестицию? Минимальная сумма, за которую можно купить что-нибудь стоящее, на чем можно зарабатывать? Минимальная цена – 100 тысяч. Минимальная, на которую можно хорошо заработать – 160-180 тысяч. Что такое объект за 160-180 тысяч? Это объект в районе среднего уровня, где много зелени, порядка 10-15 километров от моря. Можно ли получить на недвижимость кредит, ипотеку? И на каких условиях сейчас? Однозначно можно. Можно даже, наверное, неправильное слово сказать, гарантированно, но очень близко к этому. На условиях от 2.9-3.9% годовых. И сколько времени занимает, по вашему опыту, весь процесс от выбора объекта, ну, средний срок, от начала общения до покупки и от покупки до получения первых денег? Если мы говорим о готовой недвижимости, если человек прислушивается к мнению экспертов, то вот и до, речь идет о 10 дней, не более. Можно сделать даже за неделю, в том числе, чтобы доходы уже упали на ваш счет. И уже не в формате Блица забыли один важный момент, у нас вопрос был, а я его не задал, тут себе записал. Вот взаимоотношения, если мы говорим о долгосрочной аренде, взаимоотношения с арендатором, мои права и мои обязанности, когда я могу его выселить, когда я его выселить не могу. Как строятся эти отношения, в двух словах буквально. Да, когда вы сдаете в аренду недвижимость на долгосрок, арендатор, он очень сильно защищен. Это значит, чтобы его выселить, как только вы сдали объект в аренду, вы уже на два года заморожены, то есть вы не можете заехать в собственную квартиру. Как вы можете выйти через два года только? Вы можете выйти только при условии, когда через год заканчивается контракт, за три месяца до того, как сроки заканчиваются, вы должны официально посредством имейла, который в контракте указан, вы должны выслать человеку notification, оповещение, что вы должны выехать из квартиры. И тогда у человека будет 12 месяцев с момента окончания контракта выехать из этой квартиры. А его обязанности перед вами? Его обязанности. Квартиру не разрушать. То есть, да, это прописано в контракте, да, квартиру не разрушать, не делать какие-то слишком много шума или слишком много, то есть, приверга как соблюдать правила зданий, да, это прописано в контракте. И, что немаловажно, оплатить деньги по срокам условия в контракте. Как только человек нарушает какие-либо правила, владелец может подать, есть специальная организация правительственная, подать заявку и выселить человека. Особенно, если речь идет о непроплате. То есть, если чек, чек-то у владельца есть, если чек называется bounce back, то есть, он вернулся, денег нет, сразу же можно выселить человека. Вы сказали, когда вы сказали, Денис, обязательство квартиру не разрушать, я подумал, надо моей младшей дочери сказать, что давай такой же контракт заключим, чтобы квартиру не разрушать, на стенах не рисовать. И вот еще, все-таки, вопросы поступают в двух словах, просто коллега ваша Виктория ответила кратенько, но все-таки ей вопрос про freehold и leasehold был вопрос. Очень-очень хороший вопрос, на самом деле. Пожалуйста, да. Да, и хотелось бы извиниться перед всеми, что мы не можем за полтора часа все покрыть, да, то есть, мы можем это обсуждать целый день, и мы все равно не покроем все нюансы. Но, тем не менее, очень хороший вопрос, Эндрю, да, существует. То есть, город разделен с 2006 года, был выслан указ Фейхом Мохаммедом, да, то есть, правителем Дубая, указ 3 августа 2006 года, что город теперь, Эмират, будет разделен на разные, на два типа владения имуществом, лендом, землей. Leasehold и freehold. Что это значит? Leasehold – это земля, где могут арендовать экспаты, вроде нас, да, с вами, то есть, люди, которые резиденты, но не местные. Там они могут арендовать, но не могут приобретать, да. Вы можете арендовать на 99 лет с правом продления еще на 99 лет, то есть, приобрести недвижимость на 99 лет, да. Эту землю могут приобретать только местные и члены стран залива, GCC countries, да, то есть, Бахрейн, там, Саудийцы, Египет и так далее. Также freehold есть только определенные районы, где есть это обозначение. Мы, как компания, занимаемся только freehold, поэтому все, что мы нашим инвесторам предложим, это будет freehold, это бессрочное владение, это значит, оно передается и вашим детям, и внукам, и так далее. То есть, это бессрочное владение. Уточни, Денис, но опять же, по карте, вот где, например, есть район, где хотя бы... Давайте я обозначу. Вот Марина, да, видно курсором, да? Малюсенькая, да. По сути, вот весь этот район, я делаю сейчас курсором, он весь freehold. Вот здесь тоже весь freehold. Давайте я обозначу, где не freehold, где leasehold, чтобы люди понимали. Видите, Джумейра Дистрик. Тут 99% все leasehold, тут нельзя приобрести. Также Бур-Дубай район вот здесь, и Дейра здесь, это все leasehold, тут нельзя приобретать. И дальше уже остальные районы, есть частички в районы, которые можно приобрести, есть частички, где приобретать нельзя. Но в основном вот это вот все, вот правая часть города, тут везде практически нельзя приобретать. Вы не сможете приобрести. Ну что ж, дорогие друзья, еще разочек вот здесь покажем контакты. Я думаю, что контакты сейчас можно еще показать в чате. И давайте уже будем тогда подводить кратенький итог. Мы поговорили час сорок пять, и мне кажется, только раздухарились, да, Денис? Ну, думаю, что еще... Да, думаю, ничего страшного, мы с вами еще не раз встретимся и в таком формате, и материал, который будет опубликован на Prean.ru, он будет чуть более полный, чем то, что мы успели поговорить и здесь. Хотя я думаю, что, знаете, если даже стенограмму опубликовать, то читать не перечитать будет. Дорогие друзья, рынок Объединенных Арабских Эмиратов никогда не входил, ну, по крайней мере, для русскоязычных покупателей там в топ-3, в топ-5, он всегда уступал по конкретному количеству сделок и по интересу с ведущим европейским рынком. Но это и понятно. Одно дело, как бы, то, где мы часто бывали и последние, там, 20-25 лет, одно дело рынки, которые нам хорошо известны, люди с понятным менталитетом и так далее. Объединенные Арабские Эмираты, история другая, но последние, там, лет 5-7 интерес растет значительно, он и до этого был, но он растет. Растет потому, что, ну, мир, хотя и становится прозрачней, да, и, в общем, проще и понятней, а с другой стороны, не всегда нас устраивают те рынки, с которыми мы работали и которые мы знаем в последнее время. Кроме того, есть действительно, ну, то, что можно назвать экономическим чудом, относиться к этому можно по-разному. Есть, ну, определенная стабильность, если мы говорим о курсе Дирхама, то, вот, Денис сказал, 40 лет, я правильно вас услышал? Совершенно верно. Если мы говорим о том, что такое было, что собой представлял, ну, конкретно Эмират, Дубай, там, 15 лет назад, что он представляет собой сейчас, это просто небо и земля в буквальном смысле слова, да, поэтому присмотритесь, может быть, это именно то, что вам нужно, по крайней мере, возможности здесь есть интересные, и с компанией Акс Капитал контакты, я думаю, сейчас публикуем. Будем рады. Спасибо, Филипп, на самом деле, позвольте, я постараюсь, может, показать, я приподниму, может, видно, просто, чтобы вы понимали, вот, что такое город Дубай. Это же Москва-Сити, Денис, ну что вы нам показываете? Это не обои, это действительно вот такие виды, и это даже далеко не самые лучшие виды, то есть, к чему я веду, для тех, кто не знаком с регионом, со страной из Дубая в частности, приезжайте, пожалуйста, просто приедьте, отдохните, как минимум у вас будет ощущение, что вы разузнали кое-что новое для вас. То есть, но как максимум вы уже задумаете всерьез о приобретении недвижимости. У нас это неоднократно бывало, когда люди не знали о регионе, прилетели, поразились, узнали более подробно, и либо уже приобрели, либо уже всерьез рассматривают. Поэтому мы здесь, чтобы вам помочь, мы здесь, чтобы вас направить, и мы здесь на очень долгое время. Поэтому обращайтесь, Филипп, большое спасибо, и будем... Спасибо вам. Итак, друзья, Денис Аксеной, компания Акс Капитал, собственник компании. Компания работает на рынке Объединенных Арабских Эмиратов и в частности на рынке Дубая. Через два дня ориентируемся в четверг, если вдруг не получится в четверг, то в пятницу. Мы будем, опубликуем на прианру материал вместе с видео. Все, кто зарегистрированы на вебинар и все, кто на нем присутствовали, безусловно, вы получите отдельную рассылку, посвященную вебинару, так что материал точно не пропустите. Контакты вот в чате здесь у нас есть. Несколько раз мы их... Вот сейчас можете там чат пролистать. Они есть, как связаться с компанией Акс Капитал. Ну и в материале, естественно, все данные будут указаны. Денис, спасибо огромное. Успели сказать про многое, наверное, не про все. Но об этом поговорим еще с вами. Встретимся с нашими зрителями не раз. Спасибо. Всем хорошего. Всем хорошего дня. Филипп Березин, прианру, Денис Аксиной, компания Акс Капитал. Спасибо и до встречи на наших вебинарах. И, может быть, дай бог, в Объединенных Арабских Эмиратах.